В Рогачеве плануют открыть музей Владимира Короткевича, причем это будет не просто установка культуры в обычном разумении, а сучастная арт-пляцовка. Минавито в этом городе белорусский письменник створил свои самые знакомитые творы – романы «Колосы по терпам твоим», «Христос приземлился у Городни» и поэму «Земля дедов». С планами прихильника у творчества Владимира Короткевича ознайомились наши корреспонденты. Историки стверждают, основную забудову Рогачева на початку 20-го стаходя складали драуляные будинки. Дом по сучасной улице Короткевича, номер 59, был узведен и прикладно в 1912 году. Традиционная для местечкового долиства побудова – однопаверховый будинок на цегляном подмурку. У центра фасада – у вахот, по боках от якого – под вакна. Шмат годов этот дом, який належил деду Владимира Короткевича, был местом, где письменник створал свои лепшие творы. Для его будинку выделили особный покой, интерьер якого захавауся до этого часу. В уголе створить тут музей мясовые улады спробовали не одноразово, але протяглый час реализовать эти планы не отримливалось. Долгое время родственники были против и не шли на контакт по этому вопросу. А в прошлом году все совпало. Это обращение краеведа на прием губернатора тема получила новое дыхание. И настоящее время мы определили пути решения данной проблемы. Надеемся, что в Рогачевском районе возникнет филиал, посвященный нашему земляку, тем более районный исполнительный комитет сделает для этого все возможное. В уголе идею об открытии музея Владимира Короткевича у Рогачеве у першыню огучили годов 30 тому. Але покласти початок практичной реализации проекта отрималося только летось. После звонка на прямую линию до старшиней облывы конкама директора 64-й средней школы и координатора мясовых крыознавчих инициатив Александра Лейкина. Янацеловей погадзюся. Гэта саправды корыстная пропанова. Тембольж, что дом плануется выкористовывать не только як непосредно покой письменника, але и як сучасную арт-пляцоку с проведением фестов. Утым леку по мотивах твору Владимира Короткевича. Музей и вообще большой короткевичский праздник все это вместе должны собраться так, чтобы на сегодняшний день Рогачев стал бы таким значимым местом в изучении творчества Короткевича и его пропаганды. Ну и соответствующий сам Короткевич бы помогал Рогачеву в развитии, потому что это один из тех брендов, который может создать такую интересную туристическую обстановку. По великим рахунку, открытие музея Короткевича у Рогачеве протягмэта накерованной работы, якая проводится у городе на протягу опошнега десяти годзя. У селяким выпадку виновита в Рогачеве знаходяться самый вялекий в Беларуси настенный портрет письменника. Именно вита тут установлены один и в нашей краине крыш Томашу Гриневичу, персонажу твора паром на бурной раце. Вельми верагодно родичу Короткевича с боку мати. Некальки дзен тому, будучи музей, отрымал я еще некальки уникальных экспонатов. Листы Короткевича до своего дядьки, який жил у Рогачеве. Для тех, кто цікавится беларуськой литературой, тут у Воголе шмат цікавого. Протягу опошніх десяти годов Рогачев стал культовым местом, где вельми шмат мест, які звязаны с творчастью Владимира Семеновича. Это замковая гора, где писались и отбывались паддеи Ладзі Роспачи. Это колосы под сярпом твоим. Первый раздел полностью присвечены везки Азярища, якая находится в 7 километрах от Рогачева. Там же у Бакинщик. Это был сябра Владимира Семеновича Короткевича. И вся здымочная группа, когда здымали документальные фильмы, я нажила у этого Бакинщика разом с Короткевичем. Еще годов 15 тому лишилось, что Короткевич – это у основным Орша, где он народился, и Минск, где працавал. Сапер на этой карте – Иосия Шея Рогачев. Город, где не кранутыми, засталися мястины, об яких рассказывал у своих творог письменник. Окунуться у реальную историю – такое махчима далека не всюди. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокампанія «Гомель» из Рогачева.